Вы слышите мой голос и каждый мой звук. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о вот этом цифровом диктофоне, который я приобрел недавно. Очень им доволен. Он называется ULOS 8 Гигабайт. До этого для записи видео я приобретал другой диктофон X-Play VR-A50. Он мне не понравился. Я его взял на смену обычному телефону. У диктофона X-Play и у телефона слабое качество записи, низкий битрейт. И для выкладывания видео на YouTube нужно было приобрести что-то иное. И этим иным, судя по отзывам, стал диктофон ULOS 8 Гигабайт. Данный диктофон исполнен в металлическом корпусе. У него на корпусе есть два микрофона. Он запись ведет в стерео режиме. Также сверху есть два выхода. Один под наушники, второй под микрофон. Кнопка включения-выключения. Карточка памяти до 64 Гигабайт. Ну, встроенных 8 Гигабайт вполне достаточно. Я еще даже не использовал в 10%. Кнопка записи. Переключение между MP3-плеером и записью. Кнопка AB, которая позволяет зацикливать записью между дочками А и Б. Ну, мне это не нужно. На внешней стороне имеется динамик. Качество которого достаточно для прослушивания того, что вы записали. Есть выбор языков, в том числе русский. Поэтому управляться им не составит никакого труда. Меню достаточно простое. Останавливаться на нем я не буду. Потому что разберется просто каждый. Что у нас есть в комплектации. В этой коробочке имеется манувал. Пакетик для переноса этого микрофона. Микрофон-петличка. И, пожалуй, это единственное, чем я недоволен в этом диктофоне. Это петличка. Во-первых, она достаточно короткая. Около, наверное, 80 см. Может быть, меньше метра. Но самое главное, пишет она один канал звука. Далее, в упаковке идет кабель выхода линейного 3.5 с двух сторон. А также наушники. Самые обычные наушники. Ничего про них сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого. И микро-USB кабель, которых уже скопила целая куча от различных гаджетов. В мануале у нас написаны такие же характеристики, которые содержатся в этом меню, доступные для выбора. Формат записи WAV или MP3. Максимальное количество гигабайт в карточке памяти 64. Качество WAV записи у нас колеблется от 512 кбит в секунду до 1536. MP3 от 32 до 128 кбит в секунду. Запись. Минимальный размер записи 12 часов. И максимальный, вообще нереальная какая-то цифра, 581 час. Это в качестве 32 кбит в секунду MP3. Поверить в это трудно, но батареи у диктофона реально достаточно для любой записи. Потому что использую я его для третьего видео. Он до сих пор показывает полный. Диктофон может записывать как на встроенные микрофоны, которые находятся сверху, так и на петличку. Но та петличка, которая шла в комплекте, мы ее отложили в сторону. И подходит вполне для этого обычная петличка. В районе 180, по-моему, на данный момент рублей. Петличка DAGY. Купленная на Алиэкспрессе. И вполне меня она устраивает. Ну что ж, давайте проверим качество записи. Сначала на встроенный микрофон, а потом через микрофон петличка. Включаем сам диктофон. Вот у нас включился. Нажимаем вот этот рычажок. Пошла запись. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Запись на встроенный диктофон. Диктофона iOS 8 ГБ. Теперь проверим запись на петличку DAGY. Вставляем петличку. Включаем запись. Проверяем на том же расстоянии. Раз, два, три, четыре, пять. Запись на петличку DAGY. Ну что же, качество записи вы слышали своими ушами. Надеюсь, она вас также порадует, как и меня. Обошелся мне этот диктофон в районе 1600 с копейками. Ну, зависит от курса доллара. Покупал я его на Алиэкспресс. Естественно, на этот диктофон я ссылку оставлю в описании. Так же, как на эту петличку. Считаю запись у этого диктофона, если и не студийная, то около студийная. При этом, если сравнивать цену у этого диктофона и у профессиональных диктофонов типа Zoom, то она будет отличаться раз в 5-7, а то и больше. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok